Они два года знакомились с людьми, проводили группу по изучению в Библии, в общем, трудились, не покладая рук, прежде чем все собрались на первое богослужение. И дальше одна фраза в этой истории нашей церкви меня поразила. Фраза одного из тех людей, кто два года трудился, и кто собрал всех на богослужение, было написано так. И церковь стала состоять не из тех людей, которым мы служили два года, а из других. Большинство членов церкви были не те люди, которым мы служили. Поэтому вопрос, чья же эта церковь? И меня так поразили эти слова, представляете, люди грузились, и не было плода. По сути, не пришли они в церковь, вот те, с кем они знакомились. Но плод был, потому что пришли другие. Потому что эта церковь не пастора, потому что эта церковь не епископа, потому что эта церковь не библейской команды, не группа людей. Это церковь Божья, и Он Сам, Царь Наш. Я хочу прочитать слова, интересные слова о том, в чем же смысл-то его, этого замыслу, церкви. Вот посмотрите сюда. Что вы видите на этом слайде? Вроде как камни, да? Но там есть и живые камни. Потому что вот где цветочек растет, он растет в ней из камней и не между камней. Вот это живые камни, они просто похожи на камни. Это интересный такой феномен, я при подготовке увидел. Цветочки эти называются литопсы, да? И наша сегодняшняя проповедь называется живые камни. Оказывается, есть реально живые камни. И мы признаны тоже. Вы живые камни. Давайте прочитаем наш письменный. Первая Петра, вторая глава. Но вы род избранный. Царственное священство. Народ святой. Люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство, призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. Приступая к нему, камню живому, человеками отверженными, но Богом избранному, драгоценному и сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный. Замысел Божий, поистине чудесен. Две тысячи лет ни один тиран, ни один режим, никакая другая религия или отсутствие религии не могут сломать то, что Бог замыслил. Нас с вами, в свою церковь. Церковь это уникальное собрание. Здесь кираются социальные грани. Здесь можно увидеть молодых, старых, хорошо одетых, плохо одетых, с высшим образованием. Вообще без образования. Людей здоровых, людей больных, людей добрых, людей злых. Не, это правильно. А где еще есть такое устройство в обществе, в котором были бы так стерты социальные грани? Здесь говорится о том, что мы род избранный и царственное священство. Мне нравятся вот эти слова. Род – это вроде бы что-то одно, но это одно, состоящее из многих. Множество – это вроде бы что-то одно, но это что-то, состоящее из единиц. И здесь священство – это вроде бы что-то, как пласт, но состоящее из единиц, из нас с вами, из людей, которые призваны быть священниками. Причем все мы несовершенные. То, что написано дальше, что народ святой, не значит народ безгрешный. Мы просто взяты им и отделены от всего остального. И он принимает нас с нашим несовершенством. Мы часто не отдаем должное вот этим словам. Царственное священство. Но если мы не обращаем внимания на то, что такое царственное священство, может быть, мы просто не понимаем его, да? Но как? Если вдуматься, нельзя пройти мимо этого словосочетания. Мы с вами царственное священство. Это же настолько великое призвание. Это настолько большая честь. Есть другая крайность, когда мы говорим, мы царственное священство. Мы святые. Мы Божьи. И это вроде бы дает нам с вами какое-то моральное право смотреть уже сверху вниз на тех, кто еще не царственное священство, кто еще не взяты им удел. Но так быть не должно, потому что мы несовершенны. Мы просто призваны возвещать его совершенство. Церковь — это не клуб. Это единство непохожих. Потому что, да, можно непохожих собрать на демонстрацию тоже. Можно на стадион собрать непохожих. Но будут ли они едины? А мы с вами едины. По крайней мере, мы призваны быть едины. Потому что нас объединяет Бог. Нас объединяет одна вера. Нас объединяет один Дух. Нас объединяет одно сердце. Это должно быть. Так. У американской писательницы есть такая интересная фраза. Один из ее родственников уверовал, но необычным способом. Он пришел на богослужение и пишет так. Все было настолько кошмарно, что я подумал, наверное, есть какая-то высшая причина, почему люди не расходятся. Флана Рио Коннора, писательница, если кто знает. Так вот, понимаете, есть какая-то высшая причина, почему мы с вами вместе, которая объединяет нас. И люди, которые пришли сегодня в гости, которые могут случайно зайти и посмотреть на нас, подумать, что это, что они все здесь делают. Они тоже должны увидеть, что мы здесь не ради себя, не ради дня рождения нас, но ради Дева Христова, потому что день рождения празднует Его установление. Мы не похожи. Бог нас принимает, но при этом дает ли нам это право плыть по течению, расслабиться и говорить, Бог меня принимает. Мне хорошо. Разве нет в этом стимула отдавать самое лучшее, что у меня есть, хотя меня никто не заставляет это делать. Просто задайте себе вопрос, как бы выглядела наша Церковь, если бы все в ней были такими, как вы? Такими одаренными, как вы? Или такими ленивыми, как вы? Такими энергичными, как вы? Или такими пассивными, как вы? Представьте, если ваша картина Церкви замечательна, то это здорово. Трудитесь, не покладая рук, чтобы действительно наша Церковь стала такой. Но если вы вдруг представите, что все в нашей Церкви такие, как вы, и вам не хочется сюда приходить, то дело в вас. То нужно что-то сделать с собой, сделать какой-то шаг вперед, чтобы другим людям Церковь, состоящую из ста одинаковых Саш или Маш, и каждый подставьте свое имя, Дим. У нас, кстати, скоро будет сто Дим, наверное, в Церкви. Захочется им прийти в эту Церковь или нет? Мы семья наследников. И как мы знаем, да, если мы семья наследников, можно сериал снимать, Санта-Барбару можно снимать про то, как мы ссоримся из-за наследства. Но наше наследство настолько велико, что нам не из-за чего ссориться. Понимаете? И нам не нужно бояться, что боятся новые наследники, и нам станет меньше в наследство удела. Нет. Этого наследства хватает на всех, причем как можно больше детей мы должны призывать в общение сюда. Возвещайте совершенство, призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. Моего посольства здесь, на земле. А посольство, вы знаете, что такое, да? Как только что-то в городе произошло, хорошо, что мы с вами не живем на Ближнем Востоке или в Северной Африке, куда бегут иностранцы? Иностранцы бегут укрыться в свое посольство, потому что они знают, там их защитят. Куда бежать нам, израненным, когда духовные теракты против нас совершаются, когда нас ранят люди? Сюда, в посольство нашего отца. Куда бежать тем, которые еще не граждане? Где им искать политического убежища? Здесь, в посольстве нашего отца. Среди нас. И вы знаете, как посольство не закрывает дверь и не говорит, у тебя четыре класса образования, постой там, может быть, кто-то достойный придет в спасение, его мы упустим в первую очередь. Так и в церкви. Мы должны принимать всех. И тех, у кого один талант, и тех, у кого пять талантов, и тех, у кого Бог наградил десятью талантами. Важно ведь не сколько у тебя есть, важно ведь сколько ты из того, что у тебя есть, отдаешь назад. Есть много людей, которые свой талант готовы отдать на сто процентов. Да еще и с прибылью. А нам кажется, по-моему, не, недостойный. Чего-то какой-то он вялый. Чего-то он какой-то недостойный нашей церкви. Не тот формат. Нет. В посольстве Бога принимают всех дежурцев. И принимают всех своих. И там оказывают первую помощь, если кто-то пострадал. Возвещаете совершенство, призвавшего вас. То есть мы, можно сказать, радио. Мы газета. Мы журнал. Мы телеканал Бога. Мы призваны возвещать. Мы средства массовой информации, чтобы донести до этих масс совершенство, призвавшего нас. И мы должны быть честными. Мы не должны пользоваться всякими пиар-технологиями или манипуляциями, или лукавством, для того, чтобы убедить людей в нашей правоте. Мы должны доносить истину о совершенствах, призвавшего нас в чудный свой свет. Он призвал нас из тьмы. Мы пришли на чей-то свет. И сейчас мы в этом свете. И в декабре мы с вами много говорили о том, насколько свет Божий сильнее любой тьмы, любого отчаяния, любого, любой трагедии, любого греха. И сейчас мы сами с вами маяк, который светит в тумане, который светит в темноте. Ведь терпящие бедствия, ведь заблудшие, это наш контингент. Они идут на свет, у которых все хорошо, и у которых в каютах тепло и светло. Они не будут смотреть в иллюминатор, во тьму, чтобы увидеть где-то вдалеке какой-то луч маяка. У них все замечательно. Но мы с вами должны быть маяком для них. И когда они приплывут и найдут спасение, мы должны быть готовы сказать о своей тьме и о том, как мы пришли в этот свет. И чтобы они тоже стали для кого-то светом. Вы знаете, есть интересное наблюдение. Для меня, по крайней мере. Апостол Петр в первой главе пишет, кому он адресует свое послание. В Гавате, Копотоке, Малая Асия. Мы понимаем, в какую территорию. Можно по карте посмотреть и увидеть. Ага, вот значит, вот этим областям Петр всем верующим написал свое послание, которые там жили, которые там представляли слово. Знаете, прошло всего 30 лет. Но это жизнь одного поколения. И церквям в тех же самых областях писал уже другой апостол. Иоанн. И его письмо известно как послание семи церквям. И он там пишет уже совсем другие вещи. Не такие радужные, не такие легкие, не такие радостные, не такие оптимистичные. И там есть, допустим, послание церкви в Сардисе. Откровение третья глава. Ты носишь имя, будто жив, но ты мерз. Бодрствуй и утверждай прочее близкое к смерти, ибо я не нахожу, чтобы дела твои были совершенны перед Богом моим. Вспомни, что ты принял и слышал и храни и покайся. Слова Петра 64-й год. Слова Иоанна 95-й год, адресованные одним и тем же церквям. Что мы в этом видим? А мы в этом видим предостережение. Я в этом вижу опасность того, что любая церковь, которая не прислушивается к словам Петра, дойдет до момента, когда ей нужно будет прислушиваться к словам. Иоанна, церковь, где мы сейчас с вами? Чьи слова для нас сейчас актуальны? Петра или Иоанна? Ты носишь имя, будто жив, но у тебя осталась только репутация, только форма, только оболочка, потому что внутри ты мертв. Мы хотим быть такой церкви, мы хотим докатиться до такого состояния, чтобы о нас говорили, у них есть только имя, у них есть только славное прошлое, у них осталась только оболочка, внутри уже ничего нет. Мы хотим быть такой церкви. Церковь — это тело, но это тело неизбавленное, глава Христос. Начиная с Ветхого Завета и в Новом Завете Бог делал упор на то, что все идолы мертвые, у них нет дыхания в ноздрях, они не видят, не слышат, а я Бог живой. Иисус говорил, я есть жизнь, я есть воскресенье, скажите мне, как может быть у живого Бога мертвое тело? У живой головы неподвижное парализованное туловище. Что это за картина такая? Это даже хуже, чем голова профессора Доуэля. Тому хоть жаловаться не на что было, что что-то его не слушать, у него не было ничего, одна голова. Мы живем в интересное время. Знаете, много пустых храмов, красивых, исторических соборов стоят пустые, в них не проводится богослужение. И у нас был такой период, когда бассейн был на месте храма Христа Аспасиселя, когда на месте ветеранского храма был союз мультфильм, диафильм, но с другой стороны не может Дьявол Божьей умереть. И сейчас в Нотр-Дам-де-Пари проходит богослужение. И туристы приходят туда и попадают на богослужение, а не просто в музей. И в Сакре-Кюр в Париже тоже приходишь и попадаешь на богослужение. И написано везде так вежливо «Не шумите, не фотографируйте со вспышкой, идет богослужение». И есть в Амстердаме, братья, в котором государство, в котором муниципалитет за один евро отдал храм. Вы церковь? Отлично, у нас есть здание, в этом здании должна быть церковь. Мы совместили, вам хорошо, всем хорошо, один евро аренда стоит. И в Париже есть точно такая же церковь. И в Лондоне есть точно такая же церковь, в которой муниципалитет отдал здание на эти пользы. Бог может найти способ, чтобы его тело продолжало жить, чтобы его тело продолжало действовать. И у нас есть надежда. Где бы мы ни находились на этой прямой между оптимизмом Петра и предостережением Иоанна, у нас есть надежда. Архиепископ Уильям Темпл, знаете, так сказал о церкви. Церковь существует для блага тех, кто не является ее членами. Какая еще структура существует для блага тех, кто не является ее членами? Мы понимаем, что церковь для Бога, чтобы прославлять его, но церковь для других, которых здесь нет. Позволим ли мы Богу из нас, как из живых камней, созидать духовный дом? Или мы будем сопротивляться, потому что мы живы и у нас есть своя почка зрения? Я вспоминаю, был такой на заре моей христианской жизни эпизод в Челябинске. Мы пошли в детский дом, мы послужили детям, и потом я сказал организаторам этого проекта, я больше не пойду, потому что мне так больно смотреть на этих несчастных детей. И мне сейчас стыдно говорить об этом. О ком я думал в тот момент, да? О несчастных детях или о том, что мне на них больно смотреть? А кто им будет служить? А кто для них будет духовным храмом? А кто для них будет маяком, посольством? Кто? Если мы будем думать о себе, о том, чтобы нам не было больно смотреть. Еще одна цитата. Филип Гнязи. Доброе дело полезно прежде всего душе, делающего добро. Оно полезно, конечно, тому, для кого оно делается, но оно полезно и тому, кто его делает. И делами, как бы это банально ни звучало, легче всего измерить, кто мы есть на самом деле. Делаем ли мы что-то? У Агенри есть маленький, но очень проникновенный рассказ. Называется он «Последний лист». Девушка-художник заболела пневмонией. Ну, это начало 20 века, вообще, достаточно страшный диагноз. Доктор пришел и сказал, что у нее один шанс из десяти. И вот почему-то лежа на кровати, глядя в окно, она сказала, вот когда все листочки сплюща облетят, и я умру. И она каждый день считала, а была осень, ночами шли дожди, ветер срывал листочки. Ее подруга, которая шла с ней в этой же комнате, пыталась закрывать жалюсями, в общем, шторами окно, чтобы она туда не смотрела. Пыталась ее разубедить, вселить в нее веру в завтрашний день, в свои силы, но у нее ничего не получалось. И вот остался один листочек. И на следующий день он продолжал висеть. И через два дня он продолжал висеть, и тогда эта девушка сказала, я не права. Если этот листочек так хватается за жизнь, то и я должна попытаться. Когда доктор пришел навестить ее, сказал, она поверила в свои силы, у нее шансы 50 на 50. Она выздоровела, но оказалось, что узнав о ее вот этой вот навязчивой идее с листочками, художник, который жил снизу, поставил лестницу ночью и прямо на стене нарисовал красным последний зеленый листочек. Именно поэтому ветер не мог его сорвать. Вот церковь мы с вами должны быть для кого-то как вот этот живой листочек на камне, как живой камень. Когда глядя на нас, кто-то обретет надежду, кто-то поверит в то, что есть выход, кто-то поверит в то, что есть другая жизнь и сам станет для кого-то следующего живым камнем. Среди мертвых камней он станет тем живым камнем, о котором писал Петр, из которого Бог будет составить свой духовный храм. Давайте поводимся. Ой, все, все, все. Продолжение следует...